Профилактика экстремизма, терроризма, мошенничества и лудомании – тема встречи, которую провела для студентов Козыбаев-Юниверсити психологическая служба ВУЗа. В силу своей неопытности юного возраста именно молодежь может попасть в игровую зависимость или на какие-то сомнительные сайты. Основные темы мы поднимаем, как не быть жертвой мошенника, как бороться именно с психологической манипуляцией со стороны мошенников. Также актуальной проблемой является, конечно же, экстремизм и терроризм. На семинар пригласили адвокатов, полицейских, тех, кто ежедневно работает с такими правонарушениями. Они детально рассказывали о случаях из практики и мерах предосторожности. Цель – поднять грамотность студентов, предостеречь их от участия в онлайн-мошеннических схемах. Моя задача на сегодняшнем мероприятии, как я вижу, научить правильно вступать во взаимоотношения с банками. Предостеречь себя от возможных рисков. То есть и в плане использования персональных данных, выпуска и использования облачных электронных цифровых подписей, которыми сейчас банк обладает. Поэтому я буду говорить в этом ключе. Потому что, безусловно, наша грамотность во взаимоотношениях с банком поможет нам защитить свои персональные данные и не стать жертвой мошенничества. Сотрудники подразделения «Киберпол» дали рекомендации по защите от интернет-аферистов. Сегодня департамент полиции в Североказахстанском университете проводит профилактическое мероприятие со студентами на тему, как не стать соучастником преступления при поиске работы в социальных сетях. Тема дропов, дроперов, она не менее актуальная, чем мошенничество, интернет-мошенничество, так как оно напрямую связано. Мошенники не только находятся в поиске своих жертв, но также они и вовлекают свои мошеннические схемы студентов, размещая объявления в социальных сетях о продаже банковских карт, о открытии ИП и передаче мошенникам. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют не отвлекаться на подобные вакансии, не передавать банковские карты в чужие руки. В случае утери карты незамедлительно ее заблокировать. Психологическая служба вуза всегда на связи со студентами. В случае каких-либо трудностей у девушек и парней помогает им. Если необходимо, подключают специалистов соответствующих служб. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК